У нас в этом плане рынок открыт. С Россией мясо завезти, да пожалуйста, завози. Очень-очень мало таких инновационных технологий. В этом году какой-то, так скажем, как будто бы специально КТЖ это делает. Черт до сих пор управляет движением поездов линейкой и ручкой. Ну это же нонсенс. Слава Богу, что есть такой большой урожай, но все хотят его перевезти за 2-3 месяца. У нас, как говорят, голландская болезнь, много сырья, экспорт большой. Почему-то летом зерновоз стоил в пределах миллион тенге, сейчас он стоит 2 миллиона тенге. Ну куда, откуда такие цены? Вагонов столько же, сколько было в прошлом году. Вмешательство со стороны государства в рыночную экономику, это ни к чему хорошему не приводит. Если вот так взять, посчитать, от контрабанды мы считали 500 миллионов долларов в год ущерб государству. Ну это получается просто-напросто, вы устраняли конкурент? Да. Китай позволит выйти на более дорогой рынок с точки зрения зерновой. Нам надо поддерживать своего производителя, а не дышить его. Не ценится труд наших сельхозников. Мы уже сдали позиции, заранее ушли из этих рынков. Наверное, все ругают железную дорогу. Я, наверное, единственный, кто ее не буду ругать. Я говорю, люди, опомнитесь. Давайте обеспечим на 100% сначала наши традиционные рынки. И мы вынуждены ожидать. Мы просто жалуемся, мы везде кричим, что эти вагоны долго едут, а в ответ ноль. Дорогие друзья, буквально недавно наша команда снимала репортаж о столичной конференции Asia Grains & Oils. Это крупная диалоговая площадка, которая включает в себя работу крупных экспертов в заданной сфере. Нам удалось записать огромное количество мнений о рынке зерна и масличных. Самое главное, эксперты не стесняются говорить о проблемах этого сезона и тех проблемах, которые существуют уже не первый год. Мы хотим надеяться, что данное видео поможет нашему агропизнесу легче ориентироваться в быстро меняющемся рынке. А еще у нас небольшая просьба будет для наших зрителей. Подпишитесь на наш канал, нажмите лайк и колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Это здорово мотивирует наш канал делать больше видео об агросфере нашей страны. Вы говорили же об отсутствии кадрового потенциала. Это больше проблема для промышленности, для перерабатывающей промышленности. У меня, это, наверное, всегда запомнившееся мне интервью, я о нем говорил в интервью с властью. Я сам проводил интервью с представителем перерабатывающей промышленности Казахстана, Алматинской области. Он известный человек, владеет заводом определенным, не хочу его называть, и одновременно играет роль, скажем так, в сообществе производителя. И он жаловался, я сказал. А моя ключевая проблема, проблема номер один, это кадры. У меня рабочие, средний возраст, 60 и выше. Многие русскоязычные, как бы люди, сколько они могут тянуть эту лямку, да? И говорит, моя личная стратегия диверсификации, а мы же говорим о диверсификации в стране, говорит, моя личная стратегия диверсификации, это выход на российские производственные площадки. Он параллельно с Алматинским своим заводом построил завод в Казани, где никаких проблем с кадрами нет. Просто он таким образом решает свою кадровую проблему, выходит просто на российский рынок труда. Это уже история, где-то трех лет там, трех летней давности. Но она для меня послужила очень хорошей иллюстрацией того, что вообще происходит в стране. Кадры, это безусловно, острая проблема. Я просто сразу говорю, Узбекистан, страна, в которой я сейчас нахожусь по большей части, там эта проблема гораздо менее острая стоит, гораздо менее острая. У узбеков есть, видимо, какие-то традиции, которые сохранились. То есть они руками очень много чего умеют делать, то есть ленисами как-нибудь. Все традиции, которые передаются с поколения к поколению, от мастера к подмастерью. Ментальность. Ну, не знаю, может быть, ментальность. Но прямо вот такие семейные традиции, которые выживают веками. И в Узбекистане сохранилась промышленная база после развала СССР. Они свою промышленную базу не развалили, сохранили, ее приумножили даже. У них сейчас есть полноциклы автопром, есть другие производства. И там с кадрами проблема гораздо лучше. Когда речь идет о конкуренции за международные иностранные инвестиции, кадровый вопрос – это очень важно. Вот я захожу, хорошо, когда дешевый элемент, это, конечно, плюс. Хорошо, когда можно получить государство, какие-то поблажки по налогам. Но если нет людей, с которыми… Ну, ну, да, там, к сожалению. Смысла нету тогда. Ну, откуда ты возьмешься? Вы еще вскользься, вот я сейчас перебираю интервью, и буквально вчера его читал, по поводу субсидирования тоже говорили, что не все там гладко. Ну, не то, что не гладко. Там просто очень много денег уходит на эти субсидии. Причем сейчас здесь повышение коммерческих ставок, учета национальных банков. Вы имеете в виду эффективность? Как они работают? Слабая эффективность. Знаете, мы оценивали, тут у нас, действительно, было исследование на эту тему, мы оценили, насколько эффективны эти субсидии. Сразу говорю, если так сравнить, по регионам, например, мы сравниваем, если регион побольше получил субсидии, если кто-то поменьше получил. Ну, в целом, если регион получил побольше субсидий, отдача какая-то есть. То есть мы увидим прирост малого-среднего бизнеса, который опережает соседние регионы, регионы получили поменьше. Но это было бы странно, если бы было бы иначе. Ну, даешь им деньги, какая-то отдача уже будет, безусловно. Но вопрос КПД, коэффициент полезного действия, КПД, к сожалению, не очень высокий, потому что критерии, по которым эти деньги выдаются, они никак не связаны с достижением каких-то результатов. То есть они не привязаны к экспорту, к инновациям, к внедрению новых технологий, новых продуктов. То есть они ни к чему такому не привязаны. Продают деньги, потому что ты маленький. То есть просто поддержать тебя, но цели никакой не преследуют? Нету цели. То есть ты приходишь в банк, говоришь... Это как у самурая, нету цели, есть только путь, да, получается? В данном случае цель поддержать. Она... Я не хочу сказать, что это не нужно. Особенно в условиях ковида, когда все встало, поддерживать надо было. Именно поддерживать, не ставя какие-то высокие цели. Но сейчас, когда возможности сужаются, стоимость кредитования повышается, цена этих субсидий растет, на международных кредитных рынках опять же ухудшается ситуация, сейчас надо задуматься о том, как мы тратим эти деньги. Я думаю, лично мое мнение, что надо давать компанию, надо давать эту поддержку тем компаниям, которые не только обещают, но и достигают определенных результатов. А результаты могут быть в виде создания рабочих мест, освоения новых технологий, выхода на экспортные рынки, изменения, улучшения каких-то процессов производственных, то есть там внедрения, ну, после новых, поставил новую линию, уже хорошо, да. Вот такие вещи, они должны, наверное, как-то поддерживать. А просто так давать деньги на поддержку, наверное, уже время ушло, прошло, надо думать как-то же. У меня один вопрос, вы говорили, помните, о том, что сравнивались с Узбекистаном нас, и говорили о том, что у них по-другому относятся к отрасли переработки, да, у них там и НДС другой, и почему, когда у нас это будет, когда у нас начнут это все внедрять? Ну, это вопрос ментальности, конечно. Ментальности у нас, как говорят, голландская болезнь, много сырья, экспорт большой, и как бы руки не доходят до таких мелочей, как это все перерабатывать. Ну, на самом деле, понятно же, все это временно, нужно развивать реальный сектор экономики, нужно развивать переработку, производство и повышать добавленную стоимость. Сейчас это понимание этого вопроса приходит постепенно, постепенно приходит, но еще нету действий, никаких там нормативных актов, решений каких-то не принятых. Но в целом уже многие понимают, и даже вот наш президент Касымжумар Кемелыч в своем послании, он говорил, что нужно увеличивать экспорт продуктов с добавленной стоимостью переработанных продуктов. Вот, и я надеюсь, что в этом плане будут уже приниматься какие-то конкретные решения. В странах наших соседях, ну, взять Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, там нет таких сырьевых ресурсов, они вынуждены каждую возможность использовать. Поэтому они очень протекционистки относятся к своим производителям, переработчикам. У них и налоговое законодательство таким образом заточено, чтобы снизить импорт переработанной продукции, а именно сырье. Вы имеете в виду НДС у них там? Вопрос, да, НДС. Ну, импорт на зерно, НДС на импорт зерна ниже, чем НДС на импорт муки. Тарифная политика, железнодорожные перевозки, да, в Узбекистане, для нас это 50 долларов, для узбекских производителей 20 долларов. Два с половиной раза ниже. Это методы нетарифного регулирования. Вот мясо попробуй продать в Узбекистан, там надо столько разрешений получить разных. Вот, поэтому, конечно, рынок защищает. У нас в этом плане рынок открыт. С Россией мясо завезти, да, пожалуйста, завози, потом справку сделаем, ничего страшного, продавай. Там зерно, да, вези контрабанды, гранита открыта и так далее. А если вот так взять, посчитать, от контрабанды мы считали 500 миллионов долларов в год ущерб государству, из которых там по налогам и тариф КТЖ это 100-150 миллионов, да, около 100 миллионов долларов. И 300 миллионов теряет сельхозтоваропроизводитель бизнес. Мы вынуждены продавать дешевле рынка. Сейчас мы могли бы 360 долларов продавать, а мы продаем 300 или 290 долларов зерно. Соответственно, и муку могли бы дороже продавать, но не продаем. Не ценится труд наших сельхозников. Это же адский труд, на самом деле, вот все посеять, пройти вот эти все климатические риски и так далее, вырастить, собрать. Но не оценивается. А надо, конечно, поддерживать. Надо поддерживать законность, во-первых, это контрабанды не должно быть. Все должно быть законно. Во-вторых, надо затачивать свои возможные инструменты, субсидии в том числе, тарифные политики, нетарифные, на то, чтобы помогать встать на ноги и развиться переработке. А у нас таких возможностей миллион в Казахстане. И вообще, мы потянем, вот именно если будем перерабатывать зерновые и масличные, наша продукция конкурентоспособна? У нас вообще уникальная ситуация. У нас есть такое достаточно четкое распределение. Мы производим, здесь потребляем. И нету, в принципе, конкуренции на этом рынке. Хотя все говорят, Россия зайдет там. Ну, Россию мы считали. Российская цена там 370 долларов на 44 себестоимость зерна. То есть мы можем спокойно по 370, мы продаем по 290-300. По муке есть риски тоже, но мы конкурируем. Конкурируем, в принципе, есть тоже там свои сложности в России с производством муки и так далее. С качеством исходного сырья. И мы конкуренты, в принципе, по муке. По муке мы за 10 месяцев этого года на экспорт отгрузили годовой объем прошлого года. Уже, то есть еще 2 месяца мы будем расти. Мы планируем на 20%, например, на 450-500 тысяч тонн увеличить в этом году объем экспорта по муке. И в следующем году планируем дальше расти. Это без господдержки. То есть мало того, что нам отменили экспортные субсидии по муке, все равно мы двигаемся. И если будет господдержка, то, в принципе, выйти на 3 миллиона тонн экспорта, это нормально по муке. Если мы выйдем на 3 миллиона тонн, у нас просто загрузятся те мощности, которые сейчас стоят. Это же обидно, когда деньги проинвестированы, мощности стоят. Сейчас не требуется инвестиций, просто принять правильные решения, и эти мощности будут работать. И это дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. И снизится зависимость фермеров от экспорта, от трейдеров. Сейчас замаячила перспектива рынка Евросоюза. У России и все складывается. Казахстан может заменить или не может? Уже заменяем. По сухой пшеничной клейковине, по биоэтанолу. То есть раньше туда поставляла Украина, Россия. Ну, Украина, вы понимаете, у них сейчас проблемы, большие сложности. Россия прикрыта. Мы грузим. Уже за 3 месяца 3 корабля ушло с биоэтанолом. Кликовина стабильно грузится, порядка 1000 тонн ежемесячно. И будет наращиваться эти объемы. То есть это уже показатель. Сейчас некоторые проблемы есть с твердой пшеницей. Ну, пока рынка нет. Но я думаю, что через некоторое время появится. Лен грузят сейчас на Европу. По муке надо смотреть. Надо смотреть, думать, конечно, эти рынки. Но у нас сейчас вот есть рынки рядом. Семидневные доступности, грубо говоря, на вагоне отправляй. Проблема в чем, что почему многие страны не грузят муку, а грузят зерно? Потому что они грузят морскими перевозками. Морскими перевозками, да, она гидроскопична, мука может влагу набрать. Но у нас железная дорога. Здесь мы можем спокойно поставлять, обеспечивать эти рынки мукой. Поэтому здесь для нас вообще дорога открыта. Я понимаю, если бы надо было деньги вложить, построить, мощности по переработке. Это сложно, это время занимает. Но у нас все есть. Нам просто дать сигнал, и мы сразу на миллион тонн больше отгрузим в следующем году. Если будет, все нормально настроено. Причем мы не просим денег. Мы говорим, давайте правильно субсидии. Вот вы даете 100 миллиардов субсидий в растеневодстве? Дайте правильно, чтобы при сдаче на переработку эти субсидии получали. А сейчас получают субсидии, 50% субсидируются затраты на минудобрения, на семена. В итоге минудобрения в два раза выросли в цене. Деньги ушли. Там, тем же производителям минудобрения. И так далее, и так далее. Мультипликативный эффект низкий получился. Если мы хотим мультипликативный эффект увеличить, то надо правильно выстраивать субсидии. По этому вопросу мы свои предложения даем тоже. Ну и другие вещи тоже. Сейчас вагонное обеспечение. Мы вроде подключились, сейчас вагонные проблемы решаем. Вопрос дифференцированный НДС мы сколько раз поднимали. Сейчас проблема вообще с возвратом НДС проблем у всех. Новые правила вышли. Это тоже отложенная проблема, которая буквально через полгода она очень сильно может удалить. Накапливается. Накапливается. Конечно. 10 миллиардов мукомолам не вернули за первый квартал. Сейчас за второй 10 не вернут. За год 40 миллиардов. Если эти деньги уйдут из бизнеса, тогда мукомолы вынуждены будут кредитоваться. Соответственно, будет расти себестоимость. А потом люди удивляются. А почему у нас мука дорожает и так далее, и так далее. Мы в этом году на 20% зарплаты подняли своим сотрудникам мукомольной отрасли. Стараемся, обеспечиваем социальную муку удешевленную. Ну, как бы сотрудничаем в этом плане. А здесь нас лишают законных средств оборотных. Это, конечно, проблема для отрасли. И она сейчас пока еще замалчивается. Не так сильно. Но она очень критичный станет через полгода. И тогда будет проблема, которую уже надо будет интенсивно решать. Но, может быть, уже поздно будет. Некоторые предприятия просто станут. Кто-то начнет банкротиться. Кого в этом винить, непонятно. Вот я, кстати, сейчас разговариваю с вами. И у меня всплывают некоторые подробности этого года. В начале года, помните, была проблема с мукомолами, связанная. Какая перспектива, что такая ситуация опять может повториться? Вот баланс мы считали. На этот год я сейчас покажу. 2 миллиона тонн мы ставим импорт из России. Если вдруг опять в одностороннем порядке будет закрыт ввоз зерна из России, тогда это может, конечно, тоже ударить. Ну, во-первых, это информационный фактор. Во-вторых, нарушится прогнозный баланс. Понимаете, мы отгрузили в октябре 800 тысяч тонн пшеницы на экспорт. 240 тысяч тонн муки. Это миллион двести в зерновом эквиваленте. В прошлом году мы отгрузили в это время 600 тысяч тонн зерна. И 270, ну, где-то меньше миллиона мы отгрузили. То есть у нас очень высокие темпы отгрузки зерна идут сейчас. Вот если мы таким образом будем прогружаться, то если в феврале опять будет запрет, то есть риски. Риски повторения. Поэтому надо очень четко мониторить отгрузки зерна, чтобы слишком много не вывезли. Вы же понимаете, что там нам говорят 14 миллионов тонн мы собрали урожай. Там возможно все. Возможно при письке там кто-то готовится к тому, чтобы с Россией что-то завести и так далее. Поэтому здесь риски есть. Сейчас зерна хватает в данный момент. Предложение есть. Мы скупаем зерно. То есть как бы и качество неплохое. Вроде ситуация нормальная. Что будет через полгода, сложно сказать. В целом в этом году и по урожайности ситуация совершенно другая, а не то, что в прошлом. Ну, не знаю. Здесь от регионов зависит. Но, по крайней мере, те регионы, которые я смотрел, урожайность была на уровне среднемноголетних. Кустанай, говорят, и Запад неплохо собрал. Ну, будем наблюдать. Время покажет, кто прав, кто виноват. Кто прав, кто не прав, извините. Канад, из вашего выступления я понял, что основная проблема этого года, и вообще в принципе, это отсутствие инфраструктуры как таковой. Ну, она есть, но не в том состоянии, в котором хотелось бы. Ну, самое основное, получается, акцент какой? Государство должно, вот, лице нацперевозчиков, он должен отвечать за свою диспетчеризацию. Диспетчеризацию. А остальное – это сфера деятельности бизнеса. Бизнес сейчас может вагоны, он покупает вагоны, локомотивы, купит локомотивы, терминалы, терминалы. Эти деньги у бизнеса есть. Второе – кто эту инфраструктуру управляет. Инфраструктура, она, скажем, те же самые станции, это 42 основные станции, узловые, которые вот переработку, сортировку делают. Они были спроектированы в 60-е, там, 70-е, 80-е годы прошлого столетия. И их него роста, развития такого не было. Ведь грузовые дворы везде выросли, погрузка выросла, экономика, она двигается вперед, а почему-то сама станционная инфраструктура, она не выросла. Это раз. Второе – очень-очень мало таких инновационных технологий. То есть, почему денежные диспетчеры до сих пор управляют движением поездов линейкой и ручкой? Ну, это же нонсенс. Это же нонсенс. Поэтому необходимо это отставание, не просто отставание подтянуть, должно внедраться термин «опережающее развитие». Развитие должно опережаться. Ведь если транзит пойдет в следующих годах, а ему сейчас отводится очень большое значение, вот рост в этом году транзита – все, коллапс. Нигде не проезжаем, это термины брошенный поезд, все уже выучили, кто это не понимает, что такое брошенный поезд. Все стали понимать – не едем. Отсутствие соответствующей тяги – этого тоже нет. Но и самое важное – технологии, тезисы технологии и инфраструктура. Это надо развивать. Вот две основные болевые, наши болячки. И, естественно, все эти проблемы, они отражаются в конечном счете на стоимости логистики. Ведь я как приводил пример, почему-то летом зерновоз стоил в пределах миллион тенге, сейчас он стоит два миллиона тенге. Но куда? Откуда такие цены? На сто процентов? Да, в два раза он поднялся. Спекуляционный спрос. И цена на логистику будет расти. Она будет расти. Деньги дорогие получаем, вагоны дорогие получаем, а маржинальность у экспортеров от этого не выросла. Она не растет. Это вопросы к КТЖ? Не только к КТЖ. Здесь и частники. К КТЖ – вопросы по срокам доступа. Оборот вагона, да, вот. Сроки доступа. А остальное вагон, вагоны – это уже к частникам. Сырье – это к частникам. Все коммерциализировано. Самое важное, чтобы он дал скорость. Должна быть скорость, сроки доступа. Оборачиваясь вагоном. Если этого не будет, то цена будет еще больше, больше, больше. А она растет с каждым днем? Да. Вот Астек Транс, он только с сентября раза три повышал свои ставки. И а чем обосновывал? Отсутствие оборота. Просто? Да. Ну, якобы там запчасти подражали. Я как бизнесмен говорю, нет оборота, и поэтому компенсируем это все через оборот. Зашивается. Ну, что такое скорость доставки? Правил перевозки грузов – 200 км в сутки. Ну, это разве оборот? Это, ну, уже устарели эти механизмы? Он должен 500 км ехать, как минимум, в сутки проезжать. А то и тысяча. Вот это было бы, да, реально подспорье. Начально-конечные операции. Там много факторов. Это все нужно подтягивать под реалии. Подтягивать, потому что им заменилось много. Поэтому нам нужны технологии. То есть, да, это нужны экспат технологий должен быть. Однозначно. Вообще есть свет в конце туннеля? Да, конечно. Системные меры есть, они будут прорабатываться. Только кто их будет реализовать, и сколько нам это терпеть, и сколько это будет еще стоить. Да, и сколько это будет стоить. Сергей, вопрос этого сезона логистика. Тяжело идет. В чем проблема? Ну, я могу ответить только за зерновозы, хопперы. Значит, первое. Вагонов столько же, сколько было в прошлом году. Я это на конференции сказал. Проблема за два последних года – это снизился оборот, ухудшился оборот вагонов. Тут даже винить КТЖ нельзя, потому что не они виной, что у них там не хватает локомотивов. Это надо смотреть. Это инвестпрограмма. Проблема в том, что есть ограничения инфраструктурные по стыкам, межграничные, между Узбекистаном, Ташкентом. Тоже не очень быстро разгружается, скажем прямо. Октава тоже имеет ограничения по мощностям. В Китае вы сегодня слышали, что есть ограничения, что китайцы сами не принимают зерновозы. И это большая проблема. Поэтому есть тот оборот, который сложился в вагонах. Есть то количество вагонов, которое есть. И я уже сказал на конференции, что мы перевезли в целом, в Копперах перевезли по отношению к прошлому году на 30% больше на экспорт зерна. То есть, если бы не было, слава богу, что есть такой большой урожай, но все хотят его перевезти за 2-3 месяца. Этого невозможно. Ни одна инфраструктурная компания, такие как мы, такие как железная дорога, не выдержит это. Поэтому весь урожай перевезется, но только сезон перевозки растянется. Если раньше мы уже встали... Профицит парка был в январе-феврале, где-то следующего года, то сейчас он будет апрель, май, июнь. И будет опять профицит парка. А это появляет на стоимость? На стоимость зерна? Да. Я думаю, что нет. Объясню почему. Первое. На стоимость влияет другое. Сейчас я скажу. Первое. Есть, по сути, вывозят то количество, которое вывозят в прошлом году. Даже больше. То есть, я не думаю, что есть влияние на стоимость зерна. Стоимость зерна определяется мировой какой-то конъюнктурой, наверное. Тут еще надо заметить, что российское зерно достаточно дешево. Почему? Потому что у них самый рекордный урожай за последние несколько лет. И они, конечно, его предъявляют на наши традиционные рынки, в том числе. Это Иран через Каспийское море. Это Азербайджан, Грузия. Это даже наши традиционные рынки, Узбекистан. Они проезжают транзитом через Казахстан, Киргизия. И, собственно, это определяет больше стоимость зерна, чем транспортная логистика. Тут я уже говорил, что нам желательно подумать о... Но это не от нас зависит, не от нас, операторов вагонов. И сегодня об этом на конференции говорили. Желательно подумать о перевозах в Китай. Китай позволит выйти на более дорогой рынок с точки зрения зерна. Сейчас у нас... Мы 50, если не больше, процентов экспорта это Узбекистан. Соответственно, Узбекистан, исходя из своих национальных экономических интересов, конечно, ну, я бы не хотел сказать, что диктует цены, но, конечно, определяет экспортные цены в Казахстане. И если мы откроем для себя еще и китайский рынок, то это как-то диверсифицирует рынок. И мне кажется, это позволит увеличить стоимость продажи, что хорошо для наших зернопроизводителей, отпускную стоимость зерна. Существует такое мнение, что в Казахстане уже безнадежно устарела инфраструктура, связанная именно с ЖД-перевозкой. Смотрите, отвечу. По вагонам я такого не могу сказать. Вагона хватает? Ну, их сейчас не хватает, но такой год, он один из четырех. У нас три года вагонов хватает избыточно даже в какой-то года. Например, в прошлом году у нас зимой, даже вот в это время, спростаивал парк. Сейчас рекордный урожай. Такое урожай бывает примерно по статистике раз в четыре года. Дальше будет нормальный урожай. Да, будет повысительная тенденция, надеемся, потому что для нас важно, чтобы Казахстан производил зерно, потому что это экспортный товар. И, конечно, мы как операторы вагонов будем за этим идти и постепенно увеличивать свой парк. Но мы не можем увеличить парк, чтобы перевести в какой-то год вот этот максимальный урожай за два месяца. Поэтому сейчас с точки зрения инфраструктуры я бы... Тут надо, наверное, все ругают железную дорогу. Я, наверное, единственный, кто ее не буду ругать. Объясню, почему. Потому что тех тарифов, которые они берут с клиентов, несмотря на тот рост, который они там периодически себе позволяют, его не хватает для того, чтобы модернизировать свой локомотивный парк. Тут нужна какая-то, наверное, государственная программа. Я работаю в частной компании, я, наверное, могу рекомендовать. Тут я открыто могу это сказать, что, наверное, государству нужно инвестировать в какие... Вот как в России. В России железная дорога, кажется мне, дотационная. Там государство, чтобы не поднимать тарифы, оно доинвестирует в развитие сети, транссиб, вот эти все-все-все. У нас, если есть такое узкое место, как локомотивная тяга, я думаю, что можно инвестировать государству в рамках локального проекта, чтобы КТЖ не поднимало цены или не поднимало более, чем оно поднимает сейчас на свои услуги, инвестировать в локомотивную тягу. Нам это важно, потому что даже государство в лице и президента, и правительства говорит о том, что нам нужно развивать железную дорогу как транзитный вот этот вот транзитный фактор для развития экономики. И тут надо, мне кажется, инвестировать именно в локомотивы на уровне государственного проекта. А бизнес не потянет? Отличный вопрос. Значит, отвечу, потому что мы рассматриваем такие проекты. Сейчас нам не до конца понятна правовая основа для эксплуатации локомотивов на сети. Мы изучаем этот момент. Вопрос. Нам вполне понятно маневровые локомотивы на станции, из-за чего очень часто наши зерновики говорят про проблему, что они долго грузят, не подходит локомотив. Это имеется в виду не магистральный локомотив, который идет с севера Казахстана до Узбекистана. Имеется в виду локомотивы на станции, которые маневровые. Локальные. Маневровые они называются. Те, которые по одному вагончику подвозят с элеватора, формируют маршрут, и они остаются там, на этой станции. Мы сейчас рассматриваем этот проект, мы будем инвестировать. Я думаю, что это перспективно. И вот как операторы вагонов, как экспедиторы даже. Наверное, мы об этом сейчас думаем. Потому что это дефицит. Мы же тоже рыночная компания. Мы видим дефицит. Мы видим, что спрос будет. Потому что вагонов не хватает. Клиенты могут заплатить за эту услугу. Мы арендуем, сначала арендуем локомотив, посмотрим на этот бизнес. Мы сейчас посчитали, он вроде бы с отрицательной даже чуть-чуть окупаемостью. Но если смотрим инвестиции в покупку, я не хочу сказать, что мы купим. То есть пока это просто смотрим. Но раз мы смотрим, другие тоже наверное смотрим. Другие операторы вагонов, другие экспедиторы, такие как мы, владельцы элеваторов, владельцы подъездных путей. Я думаю, что для них это интересный бизнес. Я думаю, что он будет развиваться в Казахстане. Хочу спросить у вас, как и у эксперта, в первую очередь. Каков на сегодня, именно в этом году экспортный потенциал Казахстана. Мы на этих площадках много обсуждали вопросы, в первую очередь логистики, какими проблемами сейчас сталкивает логистика. В принципе, все же понимают, что в этом году очень много зерна произвели, а теперь его нужно распихивать. А горлышко узкое, скажем так. Так ведь? Как вы оцениваете ситуацию? Экспортный потенциал я бы оценил именно потенциал 10 миллионов, но с учетом наших инфраструктурных возможностей в текущем сезоне сделать больше, чем 8,5 миллионов тонн пшеницы и муки в зерном эквиваленте я думаю будет проблематично. С самое начало сезона показывает, что у нас много проблем с логистикой, с вагонами, с оборачиваемостью вагонов, с наличием вагонов, с справедливостью предоставления этих вагонов, с локомотивной тягой, соответственно вагоны растягиваются и то количество вагонов, которых и всегда было недостаточно, оно еще как бы ситуация усугубилась тем, что оборачиваемость вагонов снизилась. Это показывает, что у нас эти проблемы системные и с каждым годом все хуже и хуже становится. если мы в предыдущие годы были засухи, были пандемины, ограничения, и вот эти моменты засухи и ограничения скрывали вот эти проблемы. И первый же урожайный год эти проблемы сразу обнажились. и в этом свете, когда наши чиновники говорят про выход на Персидский залив или на европейский рынок, я говорю, люди, опомнитесь, давайте обеспечим на 100% сначала наши традиционные рынки, потом уже будем говорить о том, чтобы выходить на дальние рынки. сейчас у нас проблема уже не состоится в том, чтобы у нас миллионы тонн переходящих запасов, которые некуда девать. У нас есть покупатель, у нас есть зерно, но мы этому покупателю не можем доставить. Мы стоим перед угрозой потери традиционных рынков. И последние новости, когда Витя-Премьер ездит в Иран и там договариваются о строительстве зернового терминала и собираются выделять на это миллионы долларов. Это мне показалось, что мы уже сдали позиции. Мы заранее ушли из этих рынков и хотим искать выходы на более дальние рынки. То есть не складывается такое ощущение, что какое-то лобби идет вот этого всего процесса. Просто не хотят, хотят, чтобы мы максимально перерабатывали здесь все и не экспортировали чистое зерно. не возникает такого ощущения? Такого ощущения не возникает, причем, потому что с такими логистическими проблемами сталкиваются и переработчики тоже. То есть экспортеры муки тоже. У них такие же проблемы. то есть но для того, чтобы увеличивать экспортный потенциал, надо подготовить инфраструктуру, как вчера наши коллеги говорили, о переезжающем развитии железнодорожной отрасли. Кроме того, государство должно, я считаю, работать над тем, чтобы удешевить производство зерна. Не путем административных мер выкручивать крестьянам руки, заставлять их продавать по цене, установленной правительствами, там, продкорпорацией, ограничивает экспорт рынка, это ограничение вмешательства со стороны государства в рыночную экономику, это ни к чему хорошему не приводит, хоть переработанная продукция, хоть сырья, без разницы, если цель государства состоит в том, чтобы внутри страны были доступны цены и доступны объемы, тогда надо снижать себестоимость производства. Себестоимость производства снижается, когда увеличивается урожайность, то есть увеличивается урожайность, увеличивается предложение на рынке, соответственно, тут уже работают законы рынка, то есть чем больше предложение, тем больше конкуренция, тем ниже цена, и низкая себестоимость за счет большей урожайности позволит крестьянам торговать по цене ниже, то есть последние несколько лет, начиная с 2019 года, в 2019 год у нас был засушливый, и цены тогда поползли вверх, сразу в конце во второй половине сезона 2019-2020 у нас была пандемия, цены еще выше, это все обострилось запретами, и т.д., и т.п., потом следующий год, 2021-го у нас, короче, это засуха, цены еще выше ушли, и крестьяне за последние несколько лет привыкли к таким ценам, высоким, но соответственно они видят, что не надо снижать себестоимость, цена и так высокая, но это ошибочный будет. Ну, смотрите, еще, если вернуться к теме транспортной, скажем так, логистики, проблема же не только в инфраструктуре, так ведь, еще проблема в тех запретах и законах административных, которые ставят КТЖ или правительство. Да, были ограничения, как я говорил, это уже системная проблема, у них, например, у КТЖ, я имею в виду, уже из-за администрации, плохо развита инфраструктура приграничной станции, тот же Сарагаз, тот же октавпорт, и поток, когда идет, хлынет, там появляются, создаются заторы, естественно, и это приводит к запретам, то есть, в первую очередь, надо развивать станции, во-вторых, были, да, запреты, когда запрещали пригонять сюда порожний парк, то есть, были участники рынка, которые хотели из других стран арендовать вагонный парк, и привезти, и здесь катать, то есть, были запреты, телеграммы, в чьих интересах, не знаю, но были телеграммы, запрещающие пригонять сюда порожний парк, и даже грузополучатели из других стран не могли свой вагон отправить, чтобы забрать у казахстанского экспортера на условиях ФСА. Ну, это получается просто-напросто устраняли конкурентов? Да. Ну, это, это, это то, что я говорил до этого, государство и государственные эти структуры, органы не должны вмешиваться в свободную торговлю. Они должны ее способствовать ему, то есть, и, и, аж обычно полагают, если помогать, там, производителю зерна, зерно подорожает, нет, не подорожает, оно, наоборот, подешевеет. Помогая, ограничивая, мы убиваем сельское хозяйство, а сельское хозяйство это такой же бизнес, как и любой, да, и если годами заниматься этим бизнесом невыгодно, нерентабельно, просто человек оставит этот бизнес, продаст или распродаст и уйдет в другую сферу, да, то есть, и мы уже через 5-10 лет попадем в 100% продовольственную зависимость от российского зерна. Ну, все связано. Да. То есть, нам надо поддерживать своего производителя, а не душить его. Зенула, мы обсуждали тему логистики в Ташкенте. Совершенно верно. Тогда сезон только начинался, да? Да. Но уже были видны проблемы. Да. Как сейчас обстоят дела? Все прогнозы сбылись, можно сказать так. Все только хуже. Да. То есть, мы тогда прогнозировали урожай зерновых культур в Казахстане будет около 18,3 миллиона тонн. Но, так скажем, результаты превысили наши ожидания. В этом году по официальным данным МСХРК мы собрали около 22 миллионов тонн. То есть, это хорошая динамика роста урожайности. Но тогда мы говорили, что у нас есть проблема с... Будут проблемы с логистикой. И как мы как будто в воду глядели, все-таки получилось. Многие вагоны уехали в другие администрации. Коллапс в плане КТЖ закрывает границы на Китай, закрывает пропускной пункт Булашак. То получается, остается у нас только Средняя Азия, куда мы можем грузить. И никакой оборачиваемости вагонов нет. экспортеры вынуждены ждать свои вагоны от 15 до 20 суток только порожними. Только в одну сторону. А их надо еще погрузить. Эти вагоны надо еще отправить и доставить этот груз. Это занимает еще дополнительное время. Минимум как суток 10. То есть оборачиваемся вагонов туда-обратно составляет около 30-35 суток. Почему КТЖ так поступает? Этим же вопросом все экспортеры задачены. Все эти вопросы поднимаем. Неоднократно сейчас создан штаб. В этом штабе мы оперативно пытаемся тоже эти вопросы поднимать. Но со стороны КТЖ так скажем как глухой микрофон никаких ответов, обратной связи никакой нет. Никто ничего не объясняет. Никаких официальных заявлений. Почему так получилось единственное там краем ухом слышим что есть проблемы с локомотивной тягой еще какие-то дополнительные проблемы. Но эта проблема же не вчера получилось. Это было до получается эти локомотивы и в прошлом году катались. Но в этом году какой-то так скажем как будто бы специально КТЖ это делает. То есть сейчас все шишки валятся на логистов. Да. То есть если мы в 21 году не собрали тот урожай который нам нужен для экспорта хотя был спрос бешеный. В этом году также спрос на продовольствие увеличивается. есть задача стоит задача президента что до 2025 года Казахстан должен превысить экспортный потенциал в два раза. есть мы если экспортировали от 6 до 8 миллионов то мы должны показатели до 12 до 16 миллионов тонн довести. мы же на себе их не повезем этот груз это должна слаженная работа оперативная работа КТЖ в этом непосильный труд однако настоящий момент КТЖ нас подводит очень сильно. Есть свет в конце туннеля? Надеемся но смотрите сейчас те вагоны которые уехали в администрацию другие администрации это на рынок России на рынок Азербайджана или других стран эти вагоны то есть сезон продолжается до конца декабря после нового года в 23 году мы ожидаем что эти вагоны вернутся обратно на рынок Казахстана но здесь появляется другая проблема дефицит мы можем исчерпать то есть вопрос дефицита снимаем а остается вопрос передвижения вагонов очень низкая скорость передвижения вагонов вагоны как будут двигаться если дополнительные вагоны еще придут может быть у нас вообще заторы будут колоссальные мы этого боимся то есть вагоны вообще не едут в связи с чем почему не ясно до сих пор то есть такого коллапса что вагоны встали и не могут проехать нет вопрос в том что их нет просто в принципе не на чем везти да эти вагоны смотрите вот Болошак допустим да это Мангисталовская область оттуда вагоны порожними до центрального Казахстана допустим до Нурсултана едут 18 суток это как можно там и 2000 тонн 2000 километров нету и мы вынуждены ожидать мы просто жалуемся мы везде кричим что эти вагоны долго едут а в ответ ноль ноль реакции вообще в целом если брать глобально проблему логистики да это и обновление парка вагонов так ведь и в принципе с локомотивными составами да какие есть перспективы того что когда-нибудь наконец-то все это кардинально поменяется есть очень много проблем на сегодняшний день которые я вижу первая проблема это у нас устаревший парк вагонов национального парка который сейчас оперирует частный перевозчик автотранс то есть эти вагоны требуют ремонта на них средств нету получается потом это первая проблема вторая проблема это пропускная способность железнодорожных станций то есть мы это грузимся с малых станций от басар допустим и сил жена и сил здесь повладарский маленькие станции и пропускная способность этих железнодорожных станций очень маленькая надо понимать что они строились в советское время там было всего две две линии три линии максимум а сейчас туда идет колоссальная нагрузка то есть если пропускная способность одной станции от 80 до 100 вагонов туда мы в сутки гоняем около 200-300 вагонов соответственно что происходит происходит коллапс они станционные работники не в состоянии переработать 300 там 200-300 вагонов в сутки поэтому надо будет рассматривать вопрос о модернизации о трансформации железнодорожных станций о том чтобы привлекать частные инфраструктуры для того чтобы маневрировать этими вагонами например в КТЖ сейчас есть такая норма если я обладатель допустим маневрового я не имею права выезжать на станционные пути то есть я могу все маневры осуществлять на территории подъездных путей получается такой парадокс что у КТЖ нету своих маневровых недостачи недостачи идет но также идет запрет хотя я могу я говорю я как частное лицо могу выехать на вашу станцию и переработать эти вагоны чтобы вам помочь они они запрещают грубо говоря мало того что мощности не хватает еще и запреты ставят еще и запреты ставят да частным лицам не дают работать проводить какие-то так скажем передвижение вагонов на станционных путях это тоже своего рода какая-то была бы лепта со стороны частного лица это как минимум очень странно ну очень странно эту норму не вчера ввели но мы эту норму поднимаем и говорим что надо эту норму снимать чтобы частные предприниматели могли на своих маневровах забирать свои вагоны которые прибыли на станцию тем временем когда они будут забирать автоматически они будут разбрасывать эти вагоны то есть это будет уже облегчение какое-то станционным работникам дальше перекидать другие оставшиеся вагоны по другим подъездным путям однако как запрет был так и запрет стоит частные лица не могут своими маневровами собственными маневровами выезжать и эти вагоны так скажем перерабатывать кто смотрит нас из КТЖ из государственных органов из правительства если мы не будем налаживать и заниматься вопросами логистики нормального экспорта у нас никогда не будет самая глобальная проблема это логистика на сегодняшний день я как сам экспортер очень сильно страдаю от этого что я не могу исполнить свои договорные обязательства соответственно Казахстан от этого очень сильно страдает как надежного поставщика корень проблемы скорее всего не то что нехватка вагонов и локомотивной тяги корень проблема в том что наша магистраль устарела то есть наша магистраль была построена еще в советские времена она была рассчитана то есть на определенное количество вагонов то есть как такого экспорта не было в советское время на сегодняшний день экспорт благодаря нашим соседям к тому же Китаю увеличен многократно соответственно наша магистральная сеть не выдерживает просто-напросто такого потока товарооборота соответственно она задыхается и страдаем мы грубо говоря мы производим нормально хватает то есть можем все продать без проблем но вот это нам мешает я неоднократно на всех конференциях в съездах говорю что нужно расширять магистральную сеть то есть нужно инвестировать саму инфраструктуру то есть то что мы голословно говорим не хватает вагонов но мы купим эти вагоны увеличим а куда на чем они будут ездить то есть нету самих путей понимаете то есть станция советская она не архи архи устаревшая а другие виды транспорта другие виды логистики допустим другие они они очень дорогие очень дорогие те же самые фуры на сегодняшний день условно с Павлодара семочку достает на Ташкент будет стоить 2000 долларов то есть на тонну больше 100 долларов на тонну но это очень дорого когда на железной дороге 50 долларов то есть ощутима разница ну вот смотрите в Узбекистане да у них допустим решают эти проблемы проще у них во первых вот этот вот дорожный тариф у них 20 долларов опять же говорю что не проблема в тарифах проблема самой инфраструктуре повторюсь еще раз нам нужно просто-напросто государством инвестировать то есть не голословно говорить шелковый путь там единый путь и так далее ну так программа все хорошо голословно но нужно корень проблемы решать то есть элементарно увеличивать магистраль улучшать автоматизировать самое главное главный бич ну проблема в КТЖ получается то есть они все до сих пор делают в ручном режиме то есть это маневровая работа станционная работа все в ручном режиме мы должны прийти к автоматизации тогда тогда уже будет тогда будет и спрос КТЖ вот непосредственно по самому экспорту наши производители зерна и масляничных адаптировались к мировым тенденциям рынка производит то что нужно допустим и насколько мы удовлетворяем сейчас потребность тут такой двоякий вопрос смотрите для потребителей центральной Азии мы подходим полностью а для потребителей условно китайского того же мы не подходим потому что у них свои требования есть международные условно по той же муке то есть у них качество намного завышено чем условно афганские потребители ну как бы ни для кого не секрет что наши производители что он той же муке ну не хотят подстраиваться под технологии Китая то есть это требует инвестиционных затрат они окупаются очень долго им проще просто перемолоть и отправить на среднюю Азию а если бы как бы какие-то были бы инвестиции глобальные и при этом же вопрос экспорта решался на уровне государства межправительственных отношений тогда можно было готово продукцию отправлять на тот же Китай и внутренний Китай соответственно это просто бездонный как бы рынок бездонный то есть он все проглотит что Казахстан пускает всего лишь там ну как в нашем министерстве 20 миллионов это пшик для Китая а если про рынок Европы то же самое ситуация да Европа то же самое соответственно мы должны пускать высокодобавленную стоимость товара то есть не просто муку муку естественно казахстанская мука она качественная не для кого секрет но при этом мы можем и глубоко тем же глютеном крахмалом опять же требуют инвестиции поэтому проще нам готовое сырье продавать чем допустим да в этом все тем же самым нашим южным соседям то есть голова не болит вырастил продал и все то есть мы получили условно там 10-20 процентов дохода когда могли переработать получить 100 процентов навар ну как бы это сложно опять же нужная инвестиция Россия сейчас у них сложная ситуация у них сложная у России сейчас сложные отношения с еврозоной да и у Казахстана появилась такая возможность как бы занять свою нишу потянем ли мы потянем мы не потянем в сфере логистики сами представляете мы должны повезти нас на Актауфор соответственно там перезагрузить на паром отправить на Азербайджан далее на Грузию оттуда опять же на корабли в Турцию витали условно логистика тут от товара съезд практически 100% мы по цене получается да по цене мы не пройдем как бы мы там не водили какие-то скидки и так далее просто на сегодняшний мы не пройдем по цене то есть можно туда и пока рецепт не но мы же отправляем на сегодняшний твердые сорта турум отправляем то есть он проходит ну турум всегда был дороже чем обычно наша мягкая пшеница то есть много кратно процентов 40 она дороже ну а по качеству мы по качеству Казахстан Казахстан как в мире на уровне Канады две страны в мире которые выпускают супер качественную пшеницу Sr. Горь приготовил